Мээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И их милых дал. Такие офигенные очки драйвера, водителя, значит. Мы продолжаем проходить Максимку. И, собственно, я решил начать с дополнительного квеста от Красноглазки. А почему бы и нет? То есть мы сегодня, мы сегодня по плану доберемся до Гастауна. Сюда, да. И потом, кстати, вот это задание от Брюхореза. А, нет, это задание от Натали. От той самой Наташи. Так что это мы выполним. А, возможно, я его и сам выполню. Так что, как бы, не особо. В общем, я возьму задание от Красноглазки. И если сейчас, пока она говорит, будет интересно, мы ее выполним в этом видео. А если нет, поедем на смертельную гонку сразу. Значит, ладно. Приступаем к заданию. Пришло время сорваться с насиженного места. Мы не выстоим против Гастауна. Я отправляю свой молодняк прочь, в Великую Белизну, в неизведанные края. У них кончится бензин. Нам не нужен бензин. Мы построим песчаный корабль на колесах и поймаем ветер в свои паруса. «Зачем ты мне об этом говоришь?» «Ты поможешь мне?» «За разумную плату». Я нашла подходящий парус. Я знаю, где его добыть. Но не знаю, как. А наградой тебе будет сокровище, погребенное под песками и руинами. Красноглазка хочет пересечь великое ничто, чтобы избежать растущей урозы со стороны Челема, однако ее команда пока не нашла подходящего паруса для пустынного корабля. В близлежащем лагере Бича Тирана есть большой влагосборщик, сооруженный из старой рекламной растяжки. Раздобудьте для Красноглазки эту растяжку. «Награда реликвия прошлого – фотография тайника с шинами». А награда такая себе. Ты понимаешь? То есть я должен буду по фотографии определить место, где лежит тайник. Не, но Бич Тирана. Че это такое у нас? Это, возможно, какая-то крепость, скорее всего. Нееет. Вот за это задание, братцы, нет. Сразу просто ставим вот сюда. И едем. Просто не, вот, неееет, нет, нет, нет. Увольте, нет, увольте. Знаешь почему? Потому что я не собираюсь ездить карту, смотреть. Я могу быстро? Нет, не могу. Ну и ладно. ладно значит едем в куда мы там едем куда мы там едем гастаун гастаун едем повторюсь едем гастаун пацаны и здорово значит у меня для вас припасено оружие сверху бойные поэтому как бы ничего ничего личного они меня скорее всего не догонят хотя уже в этих землях хотя меня и кто в тех землях догоняли чо уж про эти земли в этих землях скорее всего машину всех гораздо мощнее уже сто процентов под движком на точнее под капотом стоит в 8 стопы нормально я зарулил да неплохо вообще получилось могучий вихрь да это как бы хрен с ним вообще ну вот значит не знаю не будем мы наверное выполнять дополнительный квест от красноглазки я не ожидал что будет действительно так убого хотя ну вот серьезно зачем мне картинка с расположением каких-то шин я понимаю что там скорее всего шины будут на машину которые очень очень классные которые добавляют очень хорошее сцепление с дорогой и тем самым управляемость лучше и возможно скорость но зачем так заморачиваться мне ради каких-то шин которые добавят по сути ну совсем мельчайшую цену точнее ну совсем мало добавит вау как люди подлетели да нормально еще против меня ребята ну это вообще не вариант я же горе не вариант еще что ли хотите да и хорош птаны ну хотя пока они вместе едут готовь замечательно тихо тихо учебным тихо 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 я по-моему не доеду до места значения меня щас меня щас просто уничтожат садимся пока в это говнище пошел вон суток вылезай быстрее где я ой чуть не сдох что меня через этого прострелили через грабуна что ли да хорош чего вообще зачем пиздец короче я хотел использовать грампун но этот дебил использовал знаешь чё ой блять он использовал гарпун он видимо перепутал грампун и гарпун и сука пиздец естественно конечно 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 естественно сука меня все больше начинает бесить этот ебаный гарпун я не могу не материться ребят вот в этих моментах это жестко в этих моментах игра конечно жестковата с людьми с игроками в этом плане потому что здесь действительно хардкорно выживать вот что что а здесь вот в баланс студио молодцы опять же здесь хардкорное выживание в этом в этой игре по атмосфере по атмосфере все жестоко и в геймплее тоже все жестоко хотя выбора сложности сока нету я не нашел а я и не помню я выбирал на стриме вообще первый раз или нет я что-то помню что выбирала оказывается сложности то нет выбора сложности короче если я еще раз эти пиздючат встречу я буду следить за тем чтобы он тратил карт грампун они свои сраные гарпуны которые кстати гарпун не прокачан у меня третьего левела но это совсем ни о чем для этой местности нужен уже где-то четвертый пятый наверно но не суть я думаю я без проблем сейчас доеду а если нет то придется воевать что поделать мне было то заменить на самом деле второго так скажем пилота этого ремонтника вот этот гарпун меня вообще пускай в же сидит что-нибудь ставят на машину и все и ладин лад ладненько он и надо диньки ди взять наверное от нее больше проку будет она только в путь будет всех уничтожать с ракетницы без проблем да еще и перезаряжать быстрее так погоди в смысле а до добраться до северных тоннелей понял но северные тоннели по моему это дополнительный квест почему мне показываем на его непонятно а кстати вот тот самый сука снайпер сучий ну его сейчас я вот так вот уничтожим просто и все о ребятишки вот и собственно пятый левел немножечко мы подубавили это мне будет в любом случае полегче проезжать потому что снайпера на самом деле те ребята которые они даже машину попадают до сквозь машины и делают по красоте для себя и для ну по бомбежу для меня это вообще некрасивый плане так вот начинается великая помойка тут вообще прям просто столько по сути вот посмотри сколько лома везде валяется даже то есть из этого лом я думаю можно его переработать так как-то отшкурить да и получить что-то веселое и интересное но никто этим заниматься не хочет и вот интересно мощный пугало просто развалился на изи то есть машина настолько у меня тяжелое что это дело отлетает на изи тихо 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 да у красноглазки здесь конечно все тяжело происходит ай снайперисты опять всякие разные ладно мы сейчас оторвемся без проблем вот собственный гастаун ты посмотри вот вот серьезно ты говоришь по атмосфере плохо да но ты сто процент так говорил признайся по атмосфере криш плохо да отлично по атмосфере эти тучи отлично ты погляди раньше когда я играл в первый раз я возможно не был готов к мадмаксу именно в том плане что я везде ее критиковал но скорее всего в стороне геймплея хорошо доехали доехали до гастауна вот собственно и тот самый город точнее маленькая часть этого города но смысле в точнее впрочем нам больше того и больше и не надо нам нужно просто поговорить с влади влади как его стопу с хозяином этого места имеется ввиду после челема а вот и он сучий пес вставай ублюдок и ублюдок мать твою можно было ему по мордасу на на самом деле насыпать свежее мясо для мясорубки прямо из сырых пустошей и вставай ублюдок я хочу участвовать в гонке о да ты смелый мать твою видишь доску поставь на ней свой лайк и подпишись на канал и тогда я найду тебе место под куполом смерти ну я тебе естественно не буду искать ну я тебе не под куполом смерти а просто на сидушке рядом поработай школа кровавом спорте на шоу и тогда может быть я начну готовить тебя к участию на гонках и ублюдок мне очень срочно надо времени нет болтун мне нужно на гонку прямо сейчас ладно возможно у нас найдется место для человека с твоим темпераментом как тебе на взамен услугам опасно и возможно самоубийственную услугу как тебе видишь потухло сука все потухло видишь эти штуки эти это гонки но они гаснут а с ними гасну и я но если какой-то отчаянный человек принес бы мы новые следишь за мыслью себе нужны новые ломбочки мне нужны новые огоньки и побольше я всех просил душителей мародеров палачей но никто не хочет не помочь знаешь почему потому что у них кишка танка связаться со стервятниками говори где их найти поезжай по этой дороге она приведет тебя к падюне ну за хр... бам ваяж турне зашелестела чел чел на афоне зашелестел танец со смертью собственно я думаю мы успеем танец со смертью выполнить давай поехали поехали быстрей хорошо выполним поручение крику на и ты сможешь участвовать гонке скоро вождь будет нашим так значит под дюной я помню здесь вот она и это на самом деле одна из тех миссий которые мне нравится вот серьезно одна и одна из лучших миссий в этой игре но и слава богу конечно а может быть и слава аллайн студио кому как на самом деле слава аллайн студио на самом деле вот что действительно в этой игре она нихрена си ты видел как я у них был у них второго уровня броня а я им нихера не снес не ну мне надо прокачивать тачку это вообще не делать ты смотри что происходит пошел он сукин сын сальва бич не мы с ними бодаться самом деле очень рано еще ты посмотри что творят уроды мне сейчас рассказывает насколько сервятники на самом деле опасные плохие но если честно если че опа а непрочные ворота тихо 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 чё началось то пацаны угомоните свои таланты на уроды чего пошел вон сука давай давай поехали 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 но естественно я тебе говорю и машина тоже тяжело в управлении поэтому тут все так выглядит эти ребята кстати дальше не поедут поэтому давай-ка мы починимся давай чини пока мы не выйдем из машины этот долбоебик не начнет чинить я его не перестану ребят ругать потому что ну как то кстати быстрый ремонт есть но когда я использовал кстати этот быстрый ремонт в этом как его помню в последней миссии когда я гонялся членом я так его не прошел именно тогда и бомбанул на игру но я не знал много если честно оп игра волшебным образом починилась ладно я думаю нам этого хватит нам много выедену давай полезай обратно в свою конуру собственно доезжаем до падзюны и проходим миссию опять же повторюсь одна из самых великих замечательных и превосходных при преподобных к богу миссий которые вот действительно в ланч судью молодцы и приложили усилия свои и весь ум и разум вот эта миссия действительно шедеврально по сути мы едем за какими-то сраными угол огоньками всем возможно когда они проходили первый раз могло показаться что это вообще бред какой-то да вшивый бред но как оказалось действительно в этих дюнах во первых настолько все потрачено что нам показывают действительно потерянные земли то есть вот видишь гастаун прикольное место да и вот здесь вот по сути кто такие стервятники это просто те люди которые сумели выжить в таких местах а вот в гастауне живут люди которые не сумели бы выжить таких местах да поэтому их называют стервятниками то есть жесткие ребята которые как не помню какой какой чел снимает свои передачи какой-то гризл или гризли не помню короче забейте вот короче ребята жесткие и все их боятся но мы их не боимся и поэтому едем к ним в логово за огоньками за гирлянда без проблем но этот крест кстати достаточно долгий да нахрена гарпун они хераси серьезно ограничение таран то есть я такое не могу был мы тараном серьезно да сука штоп тебя это серьезно было мой нет старт отлично смотри волшебная сфера какой языческий храм здесь рояль соберись нам нужны лампочки и вот на самом деле в этом плане ты можешь просто осматриваться по сторонам но и неже нужно рулить но я тоже хочу посмотреть по сторонам какие ужасы на сос подстерегают в этом мраке будь начеку и не шумея нельзя было привать привозить сюда шедевр в эту мерзкую дыру она станет нашей могилой нет тут и посмотри реально как шикарно все сделали кровожадные сервятники и жуткие ловушки осторожен да хрен с ним вообще а немало дамажности честно нереально вот плане действительно вот атмосферы здесь сделано все шедеврального вот мне придраться серьезно вот не придраться игра вроде этого launch studios вот если смотреть на рейдж 2 вот там нет такого серьезно я конечно только начал не играть но я сужу не только по своему мнению я сужу по мнению многих людей кто писали и в стиме в стиме отрицательные отзывы серьезно игра вот только вышла а уже отрицательные отзывы гонят по игре и многие пишут мадмакс был лучше серьезно мадмакс лучше пишут чем вот рейдж 2 за свои деньги да ну это капец серьезно если не опустим мост дальше не пройдем что ты капитан очевидность ты блинский блин акк капитан сама очевидность ты мискон гениальность блин ё-моё кстати надо было на самом деле снарягу то мне все вернуть то есть ножи потому что здесь будет достаточно хорошая шедевральная драка кстати вот она плюс 1 плюс 1 заточек стадии они следят за мной изучают меня ну пускай звучат чё это ты повернись нормально да тут конечно нужно очень грубые силы чтобы сломать вот это дело повернись пожалуйста вперед я не хочу мышку труб ну ладно я сам мы обойдемся без нет руки кстати жестянчик не сидел без дела вот в это это мне в нем нравится то что иногда он такой прям прайдоха знаешь хочет завоевать настолько хорошо доверия много да что пока меня не было он починился машину принципе это его призвание поэтому почему бы собственно и нет а куда мне такой простор вот она каменная нутро под дюны а мне туда все правильно здесь можно немножко подразогнаться без нетрушки конечно хотя чё хотя чё без нетрушки то ну чё без нетрушки то ну серьезно нет вот очень очень красочно все сделано миссия прям просто превосходность восторг сам восторг эта миссия сама восторг у меня просто слов нет ребят серьезно вот если кто не играл действительно или говорит то что это игра плохая она и в ней есть минусы и и можно считать плохой за эти минус то есть за однообразие но никак не за пустой мир во первых атмосфера гнетущая ужасная и это действительно хорошо сюжет есть сюжету не особо хороший но сюжет есть вот эту игру можно любить по одну по нескольким причинам хорошее вождение нежели в рейдж в рейдж 2 плохое управление здесь отличное управление хорошая прокачка автомобилей правда затянутая и нудная прокачка но хорошая машины все классные все персонажи практически нормальные то есть по крайней мере макс и жестянщик мне нравится остальные персонажи не очень вот имеется не ну вот этот с лампочками который владеет смертельный гонг тоже прикольный здесь тоже все разграблено идем дальше то есть атмосфера боевка неплохая из бэтмена вождение классная и в принципе то есть стрельба тоже как бы есть тут не особо такая но стрельба есть но ради атмосферы эту игру стоит любить серьезно вот я вам отвечаю что ее стоит любить радость огоньки святой и отнесем жирному киркуну из гастауна но когда них добраться точно не на машине а здесь тупик понял ну собственно я пошел пешкодральчиком чего ты там чинить собираешь там уже нечего чинить да уже задолбал зудеть слышь фонарик на какую на тройку на а вот и все посыльные крикуна да а вот и все посыльные крикуна атмосферочек нагнетает нагнетает атмосфера то если вокруг темно включи оооо капитан очевидность хорош хорош капитонишь капитонишь дружище то мой ни хера там лома а мне показалось я думал там вообще груда всяк как вот на машине есть но здесь плюс 5 всего лишь о союзные вот это я понимаю да хорошо не ну ты посмотри серьезно то есть атмосфера реально шетевральная полутемень вот ты посмотри выключил и все и полутемень сразу тени разруха сиденье вот это все это понимаешь это все мир прошел через столетие понимаешь мир прошел через столетие тут где-то еще и кости и все люди не побоялись вот такое вносить серьезно вот эти вот странные черепа нарисованные шипами ну блин шедевр серьезно я ребят когда я сейчас не описываю так потому что мне вдруг это что-то кто-то занес деньги и так далее я просто сам пересмотрел взгляд на эту игру действительно пересмотрел и получилось достаточно хорошо нахрена ты убегаешь у рота нахрена вот ты убегаешь козел да не убегай блин убегает он вонючка вонючком на пирю опа вот это был скримак просто манекеном я кстати в первый раз помню при нас принасрал в штанишке-то принагадил принагадил нормально было нормально это именно имеется ввиду на стриме ты можешь посмотреть этот момент тоже там есть я прям вообще там наложил знатно-знатно наложил прям хорошо микрофон немножко отодвину потому что когда я рук лампочка сгорает с красной и все становится очень очень и очень а вот и собственно мы добрались до огоньков не понимая куда максимка спрятал упаковку но куда-то их спят вот собственно сейчас нам предстоит очень кстати жесткая драка очень жесткая драка но я думаю справлюсь я помню я ее наверно на стриме я проходил минут 30 наверно оп оп тут главное постоянно парировать забивание заточки сразу добиваем ах ты сука вот я тебя не видел хорошо да чтоб тебя да не туда ты ну ооо о началось вот именно в этом плане этой миссии ты и сложно да что тебя да чтоб тебе ну серьезно это бред какой-то жестко 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 ребят жестко вот этого маленького уничтожаем сразу пошел нахрен урод яростно добиваем его сразу нет 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 да вы че угораете что ли пьем быстрее пьем 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 хорошо уработали да нет 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 Пьем, пьем. Тихо. Да чтоб тебя, ублюдок, ты че, блин? Щит защищает, прикинь? Просто защищает его жестко. Не, вот это... Я, конечно, прошел с первого раза, ребят, но это было жестко. Так, погоди, пьем сначала. Сейчас будет очень жестко, сначала напиваемся прям. Давай, фляжка-то полная, хорошо, хорошо. Остудил горлышко-то, погнали. Чего, нахрена ты выкинул, дурачок? Быстрее, говорит, быстрее. О, куда? Сука, дебил. Я не заметил трос, реально, ребята, не заметил. О, пиздец, это пиздец. Ну, как меня бесит, когда он хромает прям просто. Вот прям. Ну, это, опять же, это атмосфера, ребят. То есть, в этой игре реально есть то, что бесит. И оно постоянно бесит. Но, блин, ребят, это атмосфера, че. Че поделаешь, это атмосфера. Это действительно атмосфера. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, началось. Началось. Главное, не беситься, ребят. Пошел вон, фига. Не, ну, меня не остановят. Наверное. Хотя, первый... Первый столб, когда найдется, обязательно попробует остановить. Меняя мою машину. А потом возьмут жестянщика себе и сожрут его. Хотя с Максимкой такая же участь предстоит. Оп. Минус два. Хорошо. Ну, этого я оставлю. Как и быть. Потому что не вырулю. В этом плане. Давай, гони, ну. По пескам, конечно, машина плохо идет. Плюс еще на машине достаточно приличная броня стоит. Воу! Попали прямо в меня, суки. Суки прямо в меня попали. Так, чел, ты меня сейчас будешь бесить, да? Не, ну, их здесь очень много, на самом деле. Но эти уже вроде не мешают. Эти уже стараются. О, тихо, вырулил нормально. Поехали. Нет, 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 нет. Держи его. Тихо, 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 тихо. Здесь надо осторожно. Все, выехали. Святой, это победа. Да, это победа. Так. Давай до Гастауна прям. Он не хочет отмечать. А, все, нормально, отметил. Отметил нормально. В общем, возвращаемся к Рикуну, ребят. Если это видео уже будет очень долгим. Вот, очень долгим. По времени. А я не хочу тратить ни время на рендеринг, ни твое время, ни свое время. Точнее, в свое время я в любом случае потрачу. Ну, как бы, объяснил тебе две причины, и этого уже достаточно. Вот. Я, значит, обрежу эту езду. Да, скорее всего, обрежу, потому что... А, кстати, я могу, наверное, туда переместиться по-быстрому. Куда ты? А, да, я... А, да, окан... А, ты... Я могу переместиться по-быстрому. По-быстрому перемещаюсь. Просто делаю по красоте. Ты, кстати, видел, когда я... Максимка-то выпал из машины, оказывается. Но он обратно залез. Это был просто придурочный трюк. Вот. Подержи мой этот фалоимитатор. Огоньки! Меня будет видно за несколько мили. Да, и ты еще жив. Теперь я буду участвовать в гонке. Да я это заслышал. Так, посмотрим. Примерно так. О, он попадет в небольшую аварию и... Бац! Новый участник! Какая у тебя кличка, Светлячок? А, может, Светлячок? Да мне вообще срать, по-моему. Не-а. И еще. Тебе нужен напарник. Тот, кто имеет право сражаться в гонках Гастауна. Их немного, так что на твоем миссии я бы поспешил. Кстати, а на очках есть кровь? Запорол слегка. Ну, ничего страшного. Жестяничка отмоет. А миссия пройдена. Танец со смертью. Я дал Крикуну то, что он просил. И он записал меня в Гастаунские гонки. Но мне по-прежнему нужно найти бойца. А на бойца мы найдем в следующей, ребята, серии. Если бойцы еще остались, то ты найдешь их на трассе. Как шлюха. Сауэт. Сауэт за 300. Отлично, ребят. Значит, если понравилось тебе видео, ставь лайк. Комментируй. Подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. А на этом, ребята, все. Всем удачи и всем пока. Рок. Среди за моей рукой. Хех. Да ладно. Рослай буки. Пока.